В этот вторник мир отмечает День людей с синдромом Дауна. Дата выбрана не случайно. 21 число третьего месяца показывает, что у этих людей трисомия по 21 паре хромосом. Синдром, увы, не редкая патология. В среднем на 800 детей такой случай один. Людей, страдающих от этого недуга, легко узнать не только по особенностям внешности, но и по поведению. Все они очень улыбчивые и ласковые, настоящие солнышки. Но праздник есть праздник, и на нем о проблемах не говорят. Самых маленьких увановцев с синдромом пригласили организаторы инклюзивного проекта «Мы вместе». Для них сегодня организован бал «Маскарад». Всех особенных деток на празднике решили одеть пиратами. Родители назвали свое дружное объединение «Солнечная банда». От них удивительная энергетика. У меня третий ребенок, поэтому я могу об этом сказать с точностью. Совершенно другие эмоции, абсолютно. Они настолько комфортные, настолько они ласковые, нежные. Ну, просто вот мамины счастье. Цель таких праздников – стереть границы между детьми здоровыми и малышами с различными недугами. Родители здесь также учатся общаться без предрассудков и стереотипов. По сравнению с обычными детьми, им требуется, конечно же, немного больше внимания, больше усидчивости. Родителям больше терпения, наверное. Потому что, ну, есть у них вот это вот, так сказать, они переключаются. Они очень много впитывают в себя. Ну, по крайней мере, я за себя говорю, за нас. Очень много впитывает и очень быстро переключается на разные отвлекающие моменты, скажем так. Поэтому терпения побольше нужно, да, и побольше занятий. Большинство этих детей ходят в группу раннего развития при детском садике номер 99. Там мамам и их чадам оказывают помощь опытные психологи и дефектологи. Но ее, увы, недостаточно. С малышами надо непрерывно заниматься, учить их говорить, отрабатывать социальные навыки. У нас отсутствуют специальные организации в поддержку этих детей в плане развития и реабилитации. Потому что деткам с синдромом Дауна очень важно правильное развитие своевременно. Это логопеды, дефектологи, нейропсихологи. К сожалению, в Иваново раньше был центр «Солнышко», сейчас такая организация отсутствует. То есть у детей нет общего единого стержня, где бы они могли собираться и решать только свои проблемы, которые касаются только детишек с синдромом Дауна. У солнечных детей множество плюсов. Они быстро учатся, прекрасно запоминают, показывают хорошие спортивные результаты, отлично осваивают компьютер. Но, пожалуй, главное – это умение чувствовать других людей и готовность оказать им эмоциональную поддержку. Солнечные дети улавливают настроение окружающих и тонко чувствуют фальшь. Яну в апреле исполнится два года. На вид он очень маленький и хрупкий, наверное, из-за множества перенесенных операций. Он невероятно непоседливый ребенок, ни секунды не может сидеть на месте. Этим он в маму. Надежда тоже никогда не останавливается. Днем она занимается с Яном, ночами разрабатывает развивающие программы для своего малыша и для других мам. Надежда решила, раз в городе немного бесплатных возможностей для солнечных детей, она будет придумывать свои. Я часто с нашими девочками, именно с солнечной бандой, провожу тематические недели. То есть для того, чтобы им, может быть, тяжело придумать что-то, как организовать, мы проводим тематические недели. Для этого я им выставаю разный материал и каждый день мы что-то делаем, вечером подытоживаем и делаем массовую рассылку между собой по результатам. И всем интересно, и мамочкам, и детям в том числе. Синдром Дауна – недуг серьезный, но и он не приговор. Миру известны случаи, когда солнечные люди переплывали ла-манш, преуспевали в актерской карьере, возглавляли музыкальные коллективы или держали собственные рестораны. Раньше считалось, что люди с этим недугом необучаемы. На самом деле они вполне способны получить высшее образование и обзавестись семьей. Воспитание любого ребенка требует много сил и времени, а такого в несколько раз больше. Но и результат себя ждать не заставит. Возможно, и у этих маленьких солнечных зайчиков впереди большое будущее. Синдром Дауна – это не болезнь, это всего лишь дополнительная хромосома. И необъяснимая сила любви. Мы просто другие. Но отличаться – это не значит быть хуже. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.